Протесты в Екатеринбурге и Архангельске показали усиление конфликтности между тем, что мы пока еще не можем назвать гражданским обществом, но тем, что становится гражданским обществом, и государством. Нас не должно смущать то, что в лице государства выступают, например, русско-православная церковь или бизнесмены, которые ее обслуживают. Не должно смущать то, что выступает московская мэрия, которая захоранивает, собирается захоранивать твердые отходы в Архангельской области. Это все государство, это все наступление государства, это все те же самые кейсы, которые имели место в Москве, например, несколько лет назад в связи со сносом пятиэтажек. Это многочисленные попытки построить храмы, в том числе, опять же, в Москве. Это многочисленные попытки, опять же, если мы возьмем Москву, снести что-нибудь полезное, еще жизнеспособное и ради того, чтобы построить что-то, приносящее деньги одновременно региональным властям и бизнесу, связанному с ними. Это классическая иллюстрация государственного капитализма, сращивания бизнеса, государства, еще и церкви, как третьего элемента. И вот этот конгломерат, он зарабатывает на такого рода мероприятиях. Гражданам это не нравится. Граждане не хотели бы политизироваться, но сама ситуация превращает их в политизированных людей, которые начинают объединяться, которые начинают протестовать, которые начинают строить свои локальные сети, и веб-сети, и человеческие сети. Этот процесс длится уже несколько лет, и сейчас постепенно он достигает своего пика. Мы, кстати говоря, исследовали это явление в 2016 году с социологом Левадоцентра Денисом Волковым на примере Москвы и предсказывали усиление конфликтности в том случае, если власти не перестанут навязывать свою волю вот таким вот специфическим образом. Здесь есть еще один, конечно, аспект. Он связан с тем, что часто эти конфликты возникают в связи со строительством храмовых сооружений, это означает, что мы сильно преувеличиваем воцерковленность российского населения. Люди прекрасно чувствуют вот эту смычку церкви и государства. Они прекрасно понимают, что церковь в данном случае – это те же самые государственные чиновники. И прекрасно понимают, что на них давят, что эта новая идеология, которая насаживается вот такими методами, она как бы метится территорию. Если раньше территорию метили коммунисты памятниками Ленина, то теперь нынешняя власть метит территорию храмами, которые она останавливает везде. В результате власти получают, я бы сказал, перманентную революцию, которая, естественно, не выражается в том, что люди идут свергать власть, а в том, что они выражают недовольство разными способами – выходят на улицу или голосуют на региональных выборах против кандидатов власти. Этот процесс будет продолжаться. Даже те же самые пикеты и митинги разной степени эффективности, разной степени напряжения проходят в других городах страны. Только вот недавно против строительства храмов выступали в Челябинске, в Нижнем Новгороде, против строительства Парк Патриот в Улан-Удэ. Парк Патриот – это то же самое, что и храм на самом деле. Это культовое сооружение нынешней идеологии, нынешней консервативной идеологии патриотической. Поэтому я полагаю, что все это будет продолжаться. Власти делают вид, имитируют отступление, имитируют демократию. В Екатеринбурге будет опрос, в Архангельске якобы приостановлено строительство. Как мы видим, людей это не способно ввести в заблуждение. Они продолжают протестовать. Полагаю, что опрос в Екатеринбурге покажет уже демократическим путем, что храм строить надо. Тогда у власти будет возможность сказать, вы видите, мы придерживаемся принципов демократии. Думаю, что в Архангельске тоже ситуация неоднозначная. Там может быть проведена дополнительная экологическая экспертиза, могут быть внесены коррективы, и стройка продолжится. Каждый будет гнуть свою линию, и это означает, что конфликты будут лишь усугубляться. Субтитры создавал DimaTorzok